я вас приветствую на своем канале как всегда мог банк и самые интересные темы у меня на канале первую очередь хотела сказать спасибо спонсорам вчерашнего прямого эфира привет привет всем передаю за прекрасный мукбанк принципе как я вам и обещала что вы мне помогаете я чаще снимаю вот и все взаимообмен взаимоэнергиями и так далее приготовила я значит паста с креветками белоногая креветка у меня рецепт смотрите у меня в инстаграме и в телеграме ссылки все на мои соцсети конечно же под каждым видео и ссылка на донат эта карта сбера добро пожаловать кто помогает белое вино сегодня под морепродукты да и надо было мне в рецептам белое вино но сухое и полусухое я не пью поэтому у меня полусладского полусладкое в рецепте довольно таки вкусно все получилось я обожаю добавлять но правда редко каюсь до редко добавляю вина в рецепте по рецепту вот но когда есть возможность всегда добавляя потому что я даже не могу объяснить вот это вот нотку вот этого вина дает морепродукты ну вот паста по крайней мере я готовила все отдельно и вот мне нравится такой привкус ну что чин-чинь вас чин-чинь еще раз но как же туда в пасту значит я добавила венца а в себя нет ну конечно в себя и вчера только мы проговорили что я обожаю готовить и попивать вино это не ради какой-то знаете опьянение это такой ритуал вот сегодня если решила себя побаловать давайте вино такое легкое вообще легкая легкая сегодня двуличные мужчины тема ну что буду есть как как обычно как дома что буду выпендриваться как это вкусно боже мой как это вкусно спагетти вот в этом соусе из-под креветок тема двуличные мужчины я уже не помню напомните мне было ли у меня такая тема вроде не было двуличные мужчины да моя подписчица рассказала про том что небольшую краткую историю а потом другая история про мою подругу что с ней произошло буквально неделю назад как она познакомилась с молодым парнем младше себя сайта знакомства ради одноразового двухразового ну просто нагрите на лето хочу развлечься познакомить серьезные отношения мне не нужны давайте я начну наверное с нее раз я уже начала вам рассказывать с молодым парнем ему 28 лет парень не русский то есть он мусульманин и такой хороший приятный работает у дяди в кафе очень чистоплотные симпатичные бородка аккуратно и все выстряжено такой очень хороший парень с первого ну с первого взгляда но в принципе я думаю наверно он и хороший ну вот как так вот у них немножечко там не сложилось они познакомились значит и в первый день они пили пиво разговаривали он с нее не мог оторвать глаз вот он ее рассматривает рассматривает когда человек рассматривает другого человека как бы мне кажется да даже если женщина женщина значит человек симпатичен нравится вот он как мужчина на нее значит положил глаз вот они болтали пиво пиво пили все прекрасно вечер провели я надеюсь никого не смущает мы мои голые плечи плечи такая я обожаю эту кофту или наверное уже 150 лет значит это блузка кофта как назвать да я ее почему-то всегда надевают мне хочется надеть когда ем пасту оля такая знаете итальянка я такая знаете ну так вот давайте про историю и в первый вечер думает ой слушай не было уже я не знаю сколько у нее интимных отношений ни с кем парень хороший симпатичный ну почему бы и нам не уединиться в итоге они не уединяются по-взрослому но он очень обходителен культурный разговаривал чуть с акцентом но такая грамотно поставленная речь видно что человек читает очень приятный собеседник то есть это не просто там мужчина который спустился с горда и русский язык очень плохо понимает потому что ли никогда его не учил проводят они прекрасно ночь безумно что нюхают друг друга запахи все подошли он ей кучу комплиментов отвешивает бред ты такая женщина от тебя так пахнет у тебя такая фигура ты за собой следи что ухожены ну вот куча комплиментов комплиментов нам же женщинам очень приятно слушать эти комплименты да потом он ей написывать ты любовь моя а самое интересное когда они с ней уединились по взрослому переспали да вот ей знаете что он ответил вернее сказал слушай дорогая я не хочу чтобы ты кроме меня с кем-то спала она ему говорит слушай ну конечно я тебя понимаю говорит все но у меня в принципе и нет мужчины даже для для интима вот я не хочу будь вот моей и вот это из него вы за мной все бегают все бегают девочки написывают он работает в кафе у своего дяди там официантки молоденькие девочки и вот все за мной бегают описывает мне я не знаю как они отвязаться уже ой боже мой то есть набивал себе цена зачем вообще мужчина будет говорить что кто-то за ним там бегать но для какого какого черта ты рассказываешь это новая женщина чтобы что чтобы ее в ее глазах она ах да там допустим муслим ты такой парень надо брать тебя при том что они уединились у нее в квартире давайте чин-чинь не забываем белое вино в себя общаются общаются тут выходной у нее она наготовила ну конечно же наши женщины же какие вот наши женщины вот какие мы мы такие пришел мужик давай накрывать на стол готовить 3 3 10 но как по-другому вот я лично тоже не могу по-другому если ко мне приходит в гости обязательно надо что-то на стол обязательно даже если 1 картошку у тебя сварить одну картошку там я не знаю что-то сваргань суп из топора сделать но вот что-то да надо накрыть тем более мужчина якобы на свидание ну как бы можно да так сказать как в какой-то степени это же свидание у них он пришел очень поздно но конечно я это не понравилось она полдня провела возле плиты чтобы приятное сделать мужчине да даже не мужчине давайте честно чтобы посидеть поесть нормально выпить поговорить позаниматься сексом давайте они вот это вот пришел я ничего не хочу так далее пришел он поздно съел один какой-то там она приготовила пирожок аля самса и говорит ой я так устал есть я не хочу она себя наливает бутылку шампанского ой бутылку открывать бутылку шампанского наливает себе фужер господи ну сколько фужер 150 миллилитров эти фужер для шампанского и он и много не наливает и чё она смысле много не наливает девочки для нас что выпить бутылку шампанское то как то блять на пробку крышки наступить алкоголь на то есть но не они о чем понимаете а он забеспокоился но суть в другом вернее я изюминка и почему я говорю двойные стандарты мужчина двойных стандартов да сейчас я вам объясню сейчас я пасту надо доесть но я все не съем я много отварила готовьте по моему такому рецепту с вином ну хотя я думаю наверно креветки вы и сами можете приготовить и без рецепта но это очень вкусно ну и это уже как бы знаете она мужика ждала чтобы сесть за стол нормально поесть выпить да ну то есть движуха нужна зачем вот этот а медный мужик который будет контролировать с этим одним фужером бокала ну что это за хуйня который не поел ничего не пьет якобы не пьет ну все настоят 4 утра он остается у нее с ночевкой 4 утра он идет молиться так как он мусульманин да они читают намаз он идет молиться значит на молиться на балкон где у нее стоят иконы потому что так как она православная и плюс он ее начал значит знаете вот есть такие люди фанатики я очень уважительно отношусь ко всем ко всем религиям есть такие фанатики до которые начинают переубеждать другого человека в религии вот но она православная православная общая на татарка она приняла христианство в осознанном покрестилась вернее в осознанном возрасте в 30 лет то есть это осознанно так как нас детей да там крестили она читала библию она читала и коран потому что у нее дома был ну и и напрягло сам факт что человек начинает навязывать свою религию то есть без дагу не без дагу неделя без дагу без дагу господи ладно исправить меня естественно в комментариях неделя они знакомые а у них нет отношений это чисто какие-то взаимовыгодные симпатия либо отношения общения и так далее ну что ты лезешь но зачем ты лезешь человеку с религии ну и в итоге все они перестали общаться на ровном месте и это все не понравилось естественно и это все не понравилось но девчонки небо тоже не понравилось если пнука мне там лезли переубеждали но сам факт смотрите то есть первый день когда они были вместе он также пил прекрасно напился он на не читал молитву то есть он забыл до что ему надо читать молитву что нельзя пить и так далее а почему-то на второй день он не пил он сразу начал говорить про алкоголь и стал читать молитв то есть я считаю что это неправильно раз если ты уже настолько религиозный да там человек и так далее но наверное все таки надо себя вести сна изначально так ставить они сначала ты бухаешь и потом с неверный ты спишь потом ты молишься и так далее но вот это вот сам факт того что люди которые пытаются убедить да в какой-то там религии что ты неправильно живешь ну она мне дву личные то есть но ты бы не пил до там тебе нельзя спать другие минуты женщины и так далее но то есть вот такая вот знаете вот такие вот мужчины бывает что ну блин если ты бухаешь уже бухать да там ну не лезть кто тебе не дает там молиться и так далее дело в том что вот это вот двуличие да то есть я никого и не хотела оскорбить и так далее ну естественная не оскорбляю но вот это двуличием этого мужчины ну якобы я такой правильный но потом я неправильный и вот тебе надо принять это тебе не надо принять это но вот как бы вот такая вот история чин-чинь вино ну легкая просто правда очень вкусно легкая еще чуть-чуть налью себя сейчас я доем а вторая история про двуличных мужчин история подписчицы кратко что она общалась на работе но он женатый мужчина но они общались просто как знакомый там какую-то переписку вели она думала что он очень классный семьянин верный своей жене но ее вот поразил что тот факт что он потом начал оказывается спустя там он уволился с работы с их спустя какое-то время сейчас ее удивило что этот мужчина спустя после того как уволился и у него начала переписка какая быть к ней с ней покажи мне а то пришли мне сиськи пришли мне сиськи свои и член не отправляет в обратку ну в обратку она не прислала в обратку на просьбу он присылает свой член она конечно неудоумение типа ты чем не присылаешь он начал напрашиваться к ней в гости якобы переспать он хочет ее так далее но с другой стороны переписываться просто женатым мужиком не думая что он возможно будет иметь на тебя виды это тоже как-то да странно конечно он он с ней переписывался заведомо что хотел ее как женщину хотел она ему симпатична для него она сексуально вот поэтому тут нечему удивляться все и так понятно все и так прекрасно понятно что он переписывался ждал момента когда можно подкатить и подкатывает просится она ему говорит слушай но есть ты подкатываешь давай подкатываю же ухаживание гостиницу снимай и так далее он говорит а тебе чё жалко а а тебе чё жалко что меня к себе пустить это нормально мужик нормально да у него жена дети напрашиваются и гордоте чё жалко к себе пустить вот смешные да мужики как это все таки очень вкусно не хочу вечером обедаться конечно вот это я наверное не доем спасибо за просмотр спасибо не забывайте ставить лайки не забывайте комментарии всех я обнимаю целую чинь чинь мои хорошие хорошо